И вот с четырех, где-то, наверное, до девяти я работал, чтобы заработать, чтобы я мог ее пригласить. Герой. То есть это вообще не романтично. Это все равно, что на заводе за станком сделать приглашение, но где-то в этом же районе. Для меня показалось безопасным и интересным мне было с ним. И в тот же момент нравилось, что знал, что он хочет. Так уверенный в себе, вот так можно сказать. Когда я поженилась, я поняла, что мы разные. Абсолютно. Например, что Александру весело. Мне, например, какие-то шутки, что-то вот. Я вообще по-другому реагирую. Одни люди сказали, ну, теперь вы помолодеете. Мы довольно быстро поняли, что мы не помолодели, но он нам напомнил, что нам уже не 25. У меня постоянно поднимала мысль, если я не смогла выносить, пока я была моложе, как в 45 я смогу? В 44 вы забеременели, да? И в 45-46? Да, мы уже в 46. Вы стали молодыми родителями. Еще раз. Что, эти выпорхнули? Ну, ничего, нового родителями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать вновь на канал Питайкиных И прежде чем мы начнем очередное интервью Нам очень важно сказать, что мы Ни коучи, ни тренеры, ни консультанты Ни консультанты, ни какие-то мотивационные спикеры или что-то такое Мы просто семьи, которые собрались для того, чтобы поговорить о том Как мы делаем так, что у нас все хорошо Где-то есть трудности, но мы с ними справляемся И самое главное, что мы Как мы остаемся вместе Вместе, да Не в смысле вместе Вместе, вместе В парах Хорошо, ну и сегодня у нас удивительный выпуск Все выпуски удивительные, но это чуть-чуть удивительнее удивительных У нас сегодня в гостях Александр и Жанна Неретины Да-да-да Автор удивительности Ну вы соавтор тоже Ну тут в общем мы поговорим об этом чуть позднее Прежде чем мы начнем задавать вам вопросы А их у нас, как всегда, много Мы хотели бы, чтобы наши зрители чуть больше узнали о вас Поэтому прямо сейчас небольшая видеовизитка Александр и Жанна Неретины женаты больше 20 лет И за эти годы уже успели воплотить многие свои мечты в реальность Например, Александр в детстве мечтал путешествовать и быть пастором И вуаля, он не просто пастор, а даже в нескольких церквях И много путешествовал, так как был пастором-миссионером Жанна больше всего мечтала, чтобы ее будущий муж служил Богу Ну и вы поняли Сейчас они живут в Москве и воспитывают своих троих детей И это отдельная история Старшим детям Никите и Кате 22 и 20 лет соответственно А вот младшему, Вениамину, всего 2 года И это настоящее чудо, о котором, естественно, мы подробно поговорим в нашем интервью Как и о многих других чудесах этой чудесной семьи Еще раз ваши аплодисменты, Александр Жанна Деретиной Как всегда, огромное спасибо, что вы уделили время, нашли поделиться своим опытом А там у нас много есть, что покопать в вашей семье Но начнем мы с первого вопроса У меня Антон всегда говорит, что предложение девушки нужно делать так, чтобы потом ей было, что рассказывать подругам Вот, и первым вопросом будет такой, Александр, что Жанна рассказывает своим подругам о своем предложении? Мы подготовлены Ага, а что же ты расскажешь? Ну как есть, да Ну как есть, только как есть Это же релоти-шоу Да, да, да Как есть Александр, как вы сделали предложение? Да, это мне рассказали Хорошо Ну, я обратил внимание на нее Где-то, наверное, она училась на втором курсе Жанна была на втором курсе Я был студентом первого курса И меня как переводчика Да, в библейской школе Меня как переводчика один раз пригласили на втором курсе переводить одного учителя И я, когда переводил, все время смотрел на нее Я не мог понять, почему То есть я не мог отрывать от нее глаз Она сидела где-то там, ближе к концу, на галерке Вот, но я даже в какой-то момент подумал Это может быть сатана меня так будет Что это такое? Отвлекает Отвлекает, да Я должен переводить Я должен переводить Но я все время смотрю на эту девушку И потом это как образ такой Меня вот, ну я не могу сказать, преследовал Наверное, это слишком сильно сказано Ну неприятно Я ее как-то заметил Обратил внимание И снова, и снова, и снова Ну как бы мы встречались Я замечал ее Она мне все больше и больше нравилась И вот один раз Происела такая интересная ситуация Незадолго до этого Я, молясь, получил в свое сердце такое свидетельство Что Бог хочет дать мне жену И вот я вижу ее И вот я начинаю как-то эти два факта Пытаться соединить И вот однажды Вот таким мостиком Как мы ее соединили Получилось так, что Я был в грубе порядка в церкви И Жанна была в грубе порядка И я отвечал за то, чтобы собирать книги с книжного стола И вот я собрав книги Иду с очередным ящиком Значит, чтобы спрятать В то время у нас не было еще своего здания Мы арендовали И мы должны были в определенную там комнату Типа И я иду дальше И вдруг, когда я иду дальше Я чувствую внутри себя Как я сейчас верю в Дух Святой Который мне говорит Открой глаза Ты молился о помощнике И в этот момент я поворачиваюсь назад Она не повернулась Замедленного не было от музыки Я подумал О-о-о И в общем, с тех пор я начал как-то думать, как это сделать И в одно из воскресений пригласил ее в ресторан Но я не подозревала Да, потом я скажу, какой Вот С некоторыми комментариями С оговорками Она тогда подумала, что я буду что-то ослужить Потому что я в то время был молодежным лидером у нас Я был лидером молодежи Но мы тогда еще не называли молодежный пастор Я отвечал за молодежь в Москве Я думал, я хочу с ней говорить об этом Она за кафе отвечала молодежно Да, да, да Вот так Да И до этого момента До ресторана Которого пригласили до Жанну Жанна, как вы ко всей этой ситуации относились? Вы смотрели на этого переводчика вот так же на сцену или нет? Ну, в тот момент я училась в библейской школе Сначала на первом, потом сразу на второй И для меня Бог это было все Я просто хотела отучиться и уехать на миссию сразу И вот когда Александр заметил, как он говорит Я вообще не подозревала И что я кому-то нравлюсь Когда он даже меня пригласил В ресторан Я очень качественно это скрывал Да, 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 он ко мне когда подошел Говорит, а ты что делаешь вот в это время? Я говорю, а что, надо что-то делать? Что-то как служить? Чем помочь, да? Да, я не долго, ну как, какое-то время я не подозревала Я просто как Вот для меня Бог, что я вот все Я сейчас вот отучусь Я прям вот как на старте Хотела сразу уехать на миссию Да, не думала я тогда Один раз я помолилась за мужа На втором курсе Такими словами Что, Господь, дай мне, помоги Как пусть мой муж Мой будущий муж Будет тем человеком С кем бы мы могли служить тебе Просто вот, что просто Рассказывать людям о Боге Молиться за людей Вот для меня это была Моя единственная молитва И все, я это оставила Отложила Главный критерий, да? Да, для меня, да И в принципе все И не думала даже об этом Хотя некоторые подруги Они тогда и в постах были за мужа И так какое-то долгое время У меня как-то, не знаю Вот на единственную молитву Бог прям вот Ну как Сразу ответил То есть вы просто находились В служении в постоянном Да, да, да Вы учились, служили Да, да, да Хорошо, а сколько вам лет тогда было? Двадцать три, да Двадцать два Двадцать четыре Когда мы женились было Двадцать пять Двадцать четыре, да И вот, значит, Александр приглашает вас Вы не воспринимаете это никак И вы в тот момент Еще не испытывали никакого интереса К этому молодому человеку Ну то есть в смысле Что, ну хотя бы там Ну симпатичный, ну мало ли Я видела, да Что он служил Ну я, во-первых, даже не знала Что ты учился в вибридской школе Я думала, ты просто тебя Как служителя приехал Слушай, мы на разных курсах Ну он на год младше что-то Зеленый вообще Да, да, что-то Да, да, да Я не обращала внимания Да, да Ну и пришел момент Раскрыть карты Вы пригласили ее? Да Я пригласил ее, но Расскажите Чтобы не разрушить всю романтику Вот, я должен сказать Этот ресторан, в который я ее пригласил На тот момент был очень эксклюзивный Их было всего два в Москве И я не была никогда в нем Да, и одна никогда там не была Я пригласил ее в Макдональдс Это какой год? 96-й или 96-й Да, да, да Там тогда был на Пушкинской один Вот первый Макдональдс И где второй? И где-то еще один, да? По-моему, я как раз на Пушкинской В первый и пригласил Да, да И, конечно, сейчас, когда мы рассказываем Все немножко так Это вообще не романтично Это все равно, что на заводе за станком сделать приглашение Ну, где-то в этом же районе Для меня там все было что-то такое Необычное Но для нас, я, может быть, сам пару ролей Там три раза был до этого А я ни разу не был Поэтому это был довольно эксклюзивный Не Мишеллен, конечно Да, да, да Что-то около того Для меня там понравилась тоже еда Такая необычная была И я тогда говорю А можно я возьму пирожок Вот этот яблочный пирожок Сестре отнесу С собой, да? Да, с собой Ну, то есть Такое для меня что-то Понять как бы, ну, бэкграунд Да, протистывать то время Да, да Это, ну, вот, дикие Как лихие девяностые Вот мы все вышли В девяносто третьем Советский Союз развалился Не голод, но все равно как-то там Ну, и вообще Недостаток Это все иностранное для нас Это все как бы, ну Это все равно, что сейчас бы Парень пригласил девушку, скажем В Париж Да, да, да И то это уже так Да, да, да И то это уже так Никто не был в Париже Мы приложим фотографию Когда очередь выстраивалась Да, да, да Что это была эксклюзивная Ну, ладно, хорошо Хорошо, мы все принимаем Да, это было очень романтично И все такое И вот вы в ресторане Ну что, вы какое-то признание Или что, вы предложили встречаться? Ну, во-первых, еще предыстория Чтобы туда попасть Нужно бы звонить Забронировать Но кроме этого Мне нужно было еще заранее деньги заработать Потому что это тоже Ну, как бы Ты студент? Да, я студент Ну, это сейчас Макдональдс Еда студентов Тогда Это тоже студентов Но только в очень особенные времена Да, только в очень особенные студенты Да, и очень особенные студенты Поэтому я помню, как сейчас Что я встал в 4 утра Работал я на электричке Вот Продавал я, вот честно говоря Не помню что Ну, что-то типа изоленты Или каких-нибудь отверток Ручки Шапки Шапки Чай В общем, и с 4 Собрание у нас было в 10 И вот с 4 Где-то, наверное, до 9 Я работал, чтобы заработать Чтобы я мог ее пригласить Герой Да Добытчик Добытчик Так что дальше Купил еще, я помню И тогда только Да И в конце Я побоялся вначале сказать Я сначала дал гамбургер Покормил Надо накормить дальше И потом подарил цветы И рассказал Путь без женщины тоже Что вы сказали? Что вы сказали? Давай встречаться То, что ты типа Ты мне нравишься Да, ты мне нравишься Ну, я не сказал сразу Давай Поженимся Поженимся Но я, в принципе, не тянули Довольно Может быть, через 2-3 недели уже сказал Давай Поженимся И как вы на это отреагировали? Вот вы не подозревали Ничего не видели И тут вдруг Этот молодежный служитель Предлагает вам Встречаться Я вот сейчас сам узнал Отказа не знал А что я молодежный служитель Я-то статусный Ну, для меня Он как-то тактично Это сказал Что давай общаться Как-то вот так Что для меня это не показалось Что-то такое Ну Категоричное Страшное Или что-то Ну, общаться А мы уже служили Где-то в группе порядка И он был активный тоже И как вот человек Ну, как мужчины Ну, как мужчины Они не знают Нравится им это Девушка Он как-то для меня Ну, для меня показалось безопасным И интересно мне было с ним И в тот же момент Нравилось, что Что он знал, что он хочет Такой уверенный в себе Вот так можем Видите, как хорошо Что мы пришли Я столько хорошего Спасибо Мы долго общались Грубо говоря, ну вот Общались Было предложение Достаточно быстро Сразу, да? Да, но у нас же в церкви Как такое Негласное Как правило Что мы должны год Мы 9 9 или 10 10 месяцев Ну, вы уже и были По возрасту 23-24 Это уже не 16-17 Когда нужно точно год А может быть даже 2 Походить еще Окей, хорошо Ну и в общем Вы поженились Вам было 24-25 И это был 97-й 97-й, да Супер Ну, слушайте Ну, крутая история После этого Знали бы вы, да? Вы хотели, чтобы он Вы хотели на миссию ехать Да, я хотела на миссию И вот, значит, появляется Этот человек Да, да, да Как это было Что вы сами горели миссией Потому что, ну, вы Попутешествовали Или была это больше Ваша какая-то идея Ваша Такая вот Направление миссионерское Ну, вот Когда я закончила Второй курс Я думала сразу уехать Но тогда он На мой первый пастор Пастор Кристин был И Учаясь в библейской школе Я помогала Служила в церкви Я работала Нужно остаться Потому что мои мысли Были уехать сразу И когда он это предложил Я подумала Что, ну, настолько я Как уважала Пастора И уважаю До сих пор Эту семью И пастора Мацулу Они особенные И я подумала Которые случились Которые случились уже Ну, позднее Часто говорят Что первый год Свадьбы Ну, после свадьбы Первый год Семейной жизни Самый сложный Ну, или один из вот таких Самых сложных И мы часто спрашиваем У вас был этот момент Притирок Каких-то конфликтов Выяснение отношений Если да То как вы это все проходили Так давно это было Что я могу вспомнить Единственное Что, может быть Какие-то сложности были Например Мы запланировали Медовый месяц И полететь Нам не вовремя дали Паспорта У нас все сгорело Мы не поехали И вот Какие-то были вот Трудности Ну, они всегда Встребовали Но вы Это не было так Что вы такие Ах, Александр Не смог приготовить мне Что, не мог раньше Паспорта Я так больше Отдушусь Каким-то вот Были вызовы Какие-то трудности Но вот Чтобы вот Какие-то Такие серьезные Прийти Конечно Когда я поженилась Я поняла Что мы разные Абсолютно Например Что Александру Как весело Мне, например Какие-то вот шутки Что-то вот Я вообще по-другому Реагирую Ему тоже Нужно было Меня понять Разное чувство юмора Иногда я думаю Что у меня вообще Чувство юмора Это я все Все с этим еще Я такая более Вот мне нужна Классика Более вот Прямо Прямо И это Я еще все Муж со мной работает Чтобы я Более была Ну, легкая Что-нибудь Не знаю И потом Тогда начались Вот эти поездки И так-то Здесь в России Это не сахар Было жить Вот 90-е Вообще Нестабильная И вся вот эта история А у вас Еще и получаются Начались Миссионерские поездки Ну, это большой пережит Ну, да Я понимаю 20 лет Наверное 13 лет мы были в Москве Перед первой поездки Долго были Поэтому, да Поэтому я про миссию говорила Что, в принципе Я как вот похоронила миссию Я уже думала Я в Москве Я думаю, нужно В вопросах миссии Если человек чувствует Что он призван Куда-то поехать Однажды Где-то в другом месте Вести работу Важно дождаться Когда Бог откроет дверь Мы не ломились Никогда сами Что я хочу У меня это было Свидетельство внутри Но я его как бы Положил на полочку И спокойно жил Делал то, что надо было делать В тот момент Когда нужно было И потом внезапно Вдруг там Появились одно Другое Третье предложение И сначала Как бы Я просто ездил Помогал одной церкви И потом пришел момент Бог открыл дверь Когда мы поехали Что прям переехать Переехать И, ну, судя по всему Когда в этот момент Пришел Александр Как вы обсуждали это Вы договаривались Был ли кто-то против Или вы такие Нет, Мазай Это у вас уже двое было детей В тот момент В Самару Когда вот первая наша миссия Была в Самару Да Да, да Двое детей И сколько им было Так, это 2009 год Да, 9 значит 11 лет Никите 9 лет Кате То есть они уже такие постарше У них свои друзья Подростки У них свои школы И вдруг родители Для них Что-то где-то получают И уезжают в Самару И как вы это все дело Проходили вот С семьей Ну вот Для меня Это же Я же говорю Что для меня Это была мечта Для меня не было С какой-то сложностью Прям вот Я готова была Прям вот Потому что для меня У нас не было никакой борьбы между нами Но сложности с переездом Связаны скорее с тем Конечно это было А там такая большая разница Седьмой класс и девятый У них как раз Такой перевольный момент Да, то есть они В 12 лет парни одни В 14 вообще другие Да, и он такой маленький И он там как ребенок По сравнению с такими парнями Которые его на голову выше И они конечно христиане Но с другой стороны Тяжело В подростковом возрасте Они все подростки Во-первых И конечно Это было вызовом Больше для нас Как это смягчить Как им помочь Как им тоже не сорваться И вот это вызов Миссионерской семьи Вот так что Ага Ну хорошо, ладно Тогда я задам еще такой вопрос Тоже не часто мы его Последнее время задаем Но тем не менее Кому-то задавать его надо Потому что тоже важная Сфера семейная Это финансы И вот вы переезжаете Миссионеры Это не самые богатые люди в мире И не так что Вы там строите бизнес И все такое И я не хочу задавать вам вопрос Сколько вы зарабатываете И все такое Не об этом идет речь Но как вы В свете переезда Распределяли Договаривались как-то Как вы ввели бюджет свой Как вы вообще Во всем этом существовали С финансовой точки зрения Сказать что Но переезд Это вообще кризис В какой-то момент Кто-то говорит Пять лет жизни Потому что Потому что Извиняюсь Мы шутили Что мы переехали Посчитали Больше двадцати раз Из квартир Я говорю Мы уже должны были Умереть Лена Но переезд Это кризис И когда ты переезжаешь В другой город И тем более В церковь Где тоже кризис Ты тоже попадаешь Под этот кризис И когда мы переезжаем Мы оставляем Практически все И мы приезжая Нужно купить И ложки И тарелки Ну вот как сначала И конечно Были трудные моменты Когда Ну сложно было Да Ну мы во-первых Никогда не переезжали В процветающую Врочную церковь Мы всегда приезжали Меня мой друг назвал Чотч доктор Церковный врач То есть нас зовут Когда пациент Ну там или при смерти Или уже на искусственном дыхании Ну то есть церковь была В очень Таком печальном положении По разным причинам Не вдаваясь в подробности Сложный период И конечно Когда ты приезжаешь Весь этот стресс Который проходит община Он у тебя обрушивается Вот И на тебя И на твою семью И когда это обрушивается на тебя Ты это волей-неволей Тоже домой приносишь Вот Научиться тоже Стряхивать это все И не тащить домой Это отдельный вызов И отдельная история Вот скажем Для семей, служителей Как научиться Оставлять проблемы церкви за порогом И не тащить их домой Это очень сложно Но возможно Потому что дети Не должны вариться в этом И жена тоже В принципе Ну вот Вопрос был в том Финансово Да, финансово В принципе Ну не секрет Конечно Как Где-то приходилось Как Лишать себя Чего-то Где-то Первый год был вызов Был момент Что даже Какое все Золото у нас было Мы его просто Как отдавали Дарили Продавали Я имею в виду Что Чтобы на еду На что-то На что вот нужно Но в принципе Это тоже хорошая проверка К чему прилеплено сердце Вот к этому золоту Или там Или ты можешь ради миссии Там ради того Что ты Ну хочешь помогать Ты Ну Не сказать Что это сложно было Первый год Было немножко сложно Потому что церковь Не была способна Может быть зарплату Платить зарплату И особенно Не вовремя Не даже полностью То есть Это было все время Так Урывками Поэтому Как я сказал Что мы вынуждены Были Но с другой стороны Апостол Павел пишет Что я говорит Охотно истощаю свое Чтобы Вам Отпытания И Бог взял Бог даст опять Бог даст опять Вот Поэтому Мы это отпустили И Вот как раз Это первый год У нас была возможность Благодаря каким-то там Вот семейным Таким Накопленным Непосильным трудом Да И под сигарем Что-то Все это мы Вынуждены были продать Но первый год прошел И потом Как-то стабилизировалось И вот Главное Я думаю Это пройти Вот это время Испытания Что касается Как мы финансы Распределяем Да Но у нас В семье Никогда не было Таких вот Мы не бухгалтеры Ну в каком смысле Моя жена была бухгалтер Но я имею ввиду Что вот Наш семейный бюджет Мы ведем не как бухгалтеры Я знал семьи Которые записывали Один мой друг Он Я не говорю Что это неправильно Я просто говорю Что мы Сколько вот можно Так трудно Да Например Сколько можно Мы можем потратить Да Сколько нет Они сходили в магазин Купили сыну мячик резиновый И записал Мне сложно Это я такой Ну я все записываю Может быть это поможет Я восхищаюсь Такими людьми Просто чтобы видеть Куда уходят деньги А то непонятно Но мне нравится Про финансы Как муж говорит Что Когда Если Твои деньги Это наши деньги А мои Твои деньги Это твои деньги А мои деньги Это наши Да Мне так нравится Его отношения Это же самое Идеальное Что если Есть какие-то Финансы Он Я работала Но у нас все равно Есть принципы Расскажи Например Мы никогда Я никогда Не делаю крупных Покупок Под крупными Я не имею ввиду Там сбегал в магазин Купил хлеба Колбасы Или еще На 700 Продукты Мы никогда не советуемся С другим другом Она что хочет Жанна хочет Что покупает Я хочу Что думаю Что нам нужно Но когда речь идет О каких-то Крупных Покупках Или покупках Которые Не дай бог Привлекают Что мы тоже Не особо советуем Честно говоря Какой-то там Кредит Или еще что-то Скажем машину Мы вместе решили Что-то крупное Поездка какая-то Мы вместе решаем Что-то Что ну Явно может Повлиять на наш бюджет И как-то Поколебать его Если это Опрометчивое решение Будет Мы всегда Это обсуждаем Вместе И только Для меня Есть принцип Если мы не согласились Я это не делаю И тоже еще Может быть Отметить Важный момент Что мы библийскую школу закончили Нас научили Как основам Принципам Что Зарплату Из зарплаты Мы выделяем Отделяем Десятину Ну это как Как правило Для нас Жизни Первая статья Да Что это вот Что Не так Что Что останется Смогу я Что-то пожертвовать Церковь Для нас все равно Бог Он все равно На первом месте Что Как все равно Есть Жертва Которую мы хотим Принести Что Не важно Какое у нас Состояние Финансовое Как мы Что мы можем И что мы не можем Это Это никак Не Не определяет Наш То что мы решили Что Это очень важно Что мы Прежде Вот что мы получаем Это обязательно Десятина И пожертвования Никто вас не заставляет Это делать Да Это просто Ваш решение Да И в принципе Вот сколько мы У нас всегда была пища Мы всегда Как у нас У нас были Непростые времена Были сложные времена И на миссии Да и не только на миссии В Москве бывали Сложные времена Какие-то неожиданные вещи Могли вот вдруг появиться И траты не запланированы Но никогда не было Такого времени Чтобы прямо Вот нечего кушать было Никогда такого не было Ну и интересно Что такие моменты Они часто Очень сближают Мы просто иногда Вспоминаем Как у нас осталось На всю семью 117 рублей Все У нас два момента Было Таких В жизни И Каждый раз Для меня лично Это как приключение Это некомфортно Очень некомфортно Но я помню Как мы шли в магазин И Да-да Ты можешь продолжить Там есть минутка Как мы Я помню Как мы шли в магазин И мы решали Что купить И прям смотрели На ценник Мы на строй На сметану Или Сметану мы не берем Потому что хлеб Что сладкого взять Да-да И очень Интересное время Хорошо Но были ли моменты Какие-то еще Вот принципы Хорошо Вы друг без друга Не посоветовавшись Большие суммы Не тратить Раз Второе Первое Что вы делаете От заработанного Десятина в церкви Два Есть еще какие-то Вот Хорошо Все что заработал Александр Это общее Это фундамент Семейных отношений Да У нас так же И мы Понимаем Прекрасно Есть еще Что-то такое Что помогало Вам В финансовой сфере Не уходить Куда-то там Вот В долги В какие-то Ну вот Не попадать В какие-то Сложные ситуации Еще Я думаю Что Мы Старались Помогать Друг другу Когда Например Иногда Бывает Нам заскакивает Какая-то Шальная Мысль В голову Я чего-то Очень сильно Хочу Вот Это Мне Очень сильно Нужно Жить Без Этого Не Можем Спать Не Могу Есть Не Могу Ничего Не Могу Вот И она Начинает Владеть Мною Но Вот Этот Принцип Меня Охранял Если Мы Не Соглашаемся Если Я вижу Что Жанна Настроена Скептично Тогда Для Меня Это Как Такой Колокольчик Бывает Конечно Что Я Все Равно Чувствую Нет Мы Должны Это Сделать Шаг Верой Вот Но Все Равно Это Хорошо Что Рядом Есть Человек Который Не Всегда Только Аплодирует Тебе На Любое Твое Решение И Может Быть Как Б Заставляет Тебя Задуматься С Другой С Другой С Тоже Еще Один Принцип Для Нас Мы Не У нас Было Здание Не Было Здание В Церкви Собирали Мы Собирали На Здание Тогда У нас Была Сумма Которую Мы Отложили На Нашу Машину Вот Но Ее Мы Шутили Ака Это Моя Вера Была На Проты Не Хотела Мы Шутили Просто Так Это Моя Вера И Хватало Что Наверное Мы Только Акус Можем Купить И Потом Один Я Думал Нарисуйте Чуть Попроще Какую Маленькую Машинку Она Взяла И Нарисовала И Вот Прям Джип И Все Ну Ладно В общем Повесила И Три Месяца Однажды Один Человек Меж Боих И Говорит Александр А у Вас Есть Машина Я Думаю Он Решил Мне Снова Сделать Больно Я Говорю Нет Вообще Нет Он Говорит Уже Две Недели Думаю Об Этом Позвонил Одному Другу Не Буду Называть Кто Это Я Его Уже Простил За Это И У Спрашиваю А У Неретельных Две Недели Молюсь Ложусь Спать И у Меня Перед Глазами Вы И У Меня Такое Чувство Я Хочу Подарить Свою Машину Одну Из Своих Машин Вот Ну Я Знаете Поскольку В принципе Я Довольно Осторожно Отношусь Как Пастор К тому Когда Люди Такие Крупные Подарки Мне Делают Я Сказал Одну Минуту Я Позвонил Сразу Пастору Мацули Сказал Что Ты Думаешь Об Это Человек Хотел Подарить Мне Машину И Судя По Тому Что Он Рассказывает Эта Машина Дорогая Непростая Непростая Если Дают Бери И Это Оказался Jeep С Правым Рубем Правда Но Очень Хороший Харри Это Как Lexus Это Хорошая Машина Наша Машина Одну Не Первая Одна Из Может Где-то В 15 Раз Больше Чем Мы Пожертвовали Стоимость Этой Машины Если Не Больше Это Такое Прям Абсолютно Когда Ты Мне Позвонишь Жанна Сядь А что Случилось Сядь Ты Не Упал Я Верю Что Что Финансы С этой Стороны Когда Мы Верны Богу В Добром Чему Он Нас Призывает И Не Боимся Отпускаем Свой Хлеб По Приходят Неожиданные Вещи Он Знает Как Весь Его Пути Хорошо Чуть Еще Одну Миссию Вашу Затронем Вы Из Самары Вернулись Потом Побыли Некоторое Время В Москве И Потом Уехали Опять На Несколько Лет В Таджикистан В Азербайджан В Азербайджан В Другую Страну В Баку Вы Были В Баку Ага И Там Вы Тоже Служили Несколько Лет И В Этот Момент Дети Ваши Уже Еще Старше Они Поехали С вами Уже В тот Момент Да Дочь С нами Поехала У нее Был Тогда Одиннадцатый Класс И Мы Договорились С директором Что она Будет Сдавать Онлайн Дистанционно Да Дистанционно Она Училась Онлайн Еще Когда Это Не Было Моинстримом Да Но У нее Не Получилось Когда Мы Переехали Летом Уже К зиме Где-то Декабрь Ноябрь Декабрь Мы Поняли Что У нее Неплохая Успеваемость Двойки Последний Класс И Мы Поняли Что Ей Нужно Возвращаться В Москву Что И Неожиданно Для Меня Такой Был Тоже Как Кризис И Как Сколько Еще Восемнадцати Не Был Ну Одиннадцатый Класс Да И Вот Нужно Было Ее Отпустить Чтобы Она Доучилась Но Слава Богу Тогда Моя Сестра Мы Двойняшки Она Вместе С ними С ней Вот Могла Снимать Квартиру И Они Вместе Жить Я Тогда Подумала Хоть С родственником Она Что Они Одна Где-то И Вот Тогда Дочка Улетела Вот А Никита Он Был В Библийской Школе Был Он Библийской Школы Но Тоже В Москве Он Не С Нами И Тогда Когда Мы Первый Раз Остались Без Детей Я Подумала Что Мы Как Пенсионеры Как Это Детей Нет Выпорхнули Из Гнезда Да Это Было Необычное Время Тоже Для Меня Кризис Было Что Все Детей Нет Мы В Другой Стране И Как Что Да Ну И У них Уже Были Сложности Там Нужно Было Где-то Зарабатывать Они Уже Самостоятельно Вынуждены Были Да Ну Потому Что У Обычно Подростков Такое Они Хотят Пока Они Дома Они Хотят Быстрее Вырваться Как Только Они Вырываются И Вдруг Понимают Что Жизнь Самостоятельная Не Такая Сладкая Как Они Собер Солали Да Никита Это Они Как Вдруг Происходит Приземление Порой Не Такое Немягкое Вообще И Они Как Это Жить Оказывается Так Трудно Никита Даже Не Так Смешно Он Говорит Мама Мне Надо Было Даже Подумать А Вот Это Для Посуды Губки Купить Мне Нужно Все Нужно Самому Раньше Он Никогда Да А Машинка Как Причается Где-то Ну Это Да Это Интересно Слушайте Но Вы С Нашли Выход Я Сейчас Приближаюсь К истории Что Буквально В 45 Лет Вы Ну То есть В 44 Вы Забеременели Да И В 45 Тире В 46 Да Мы уже 46 Вы Стали Молодыми Молодыми Родителями Еще Раз Да Что Эти Выпорхнули Ну Ничего Нового Родили Но Для Меня Это Было Мне Казалось Что Как Будто Я Заново Вышла Замуж Как Будто Вторая Жизнь У меня Маленький Ребенок И Тоже Вот Это Время Было Чтобы Мы Без Детей Остались Тоже Какая Романтика Может Поэтому Родился Тоже Что Мы Влюбились Никто Не мешает Да Что Мы Как Влюбились Да Но Для Меня Это Чудо Потому Что Мы Теряли И Я Детей Что У меня Попытки Были Да Свадьбы Мы Обсуждали Говорить Сколько Мы Детей Хотим Им Мы Всегда Говорили Трое Да И Какое-то Время Мы Верили И Молились Что Мы Хотим Еще Детей Мы Хотим Чтобы У нас Больше Было Детей Но Я Теряла Были Замершая Беременность И Выкидыш Был Прямо Во Пасху Для Меня Это Был Кризис Вообще Я Я Приехала На Сохранение Не знаю Можно Ли Так Открыто Я Приехала Это Мы Были В Самаре Тогда Катя Выступала Пела Песню Подготовила Для Пасхи И В Этот Момент Я Вдруг Меня Кладут На Сохранение И В Палате Я Библию Не Выпускала В Палате Видели Все Что Я Верующая Я Так Верила Что Бог Сохранит Ребенка Будет Чудо Но Я Потеряла Для Меня Это Было Тоже Как Обычно Если Мы Теряем Почему 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 Потому Как Я Так Сильно Как Из-за Слова Держала Но У Меня Было Перед Этим Такое Слово Приходило Неожиданно Что Вот Это Если Не Зацвела Смоковница И Лазня Не Принесла Плода Если Там Вот Все Плохо И Тогда Буду Радоваться Вот Прям За Несколько Дней Какая Это Была Как Будто Внутри Подготовка Что А Вот Если Я Все Потеряю Как Я Буду Что Как Я Буду Это И Это Было Сложно Что Это Был Третий Ребенок Который Я Потеряла И Я Подумала Иногда Бог Мы Хотим Чего То Мечтаем О Чем Но Ты Не Получаешь Этого И Важно Как Я Отношусь К Этому Буду Ли Я Роптать На Бога Буду Ли Я Обижаться Я Знаю Такие Моменты Что Некоторые Даже Отступают От Бога Потому Что Бог Ты Не Защитил Меня Тогда Где Бог И В Палате Я Свидетельствовала Мы Молились И Я Верующая Я Одна Потеряла Все Хорошо Пока Я Была И Для Меня Это Было Тоже И Как Меня Лично И Что Интересно Если Есть Какая Мечта Как У Нас Получилось В Этот Момент Мы Когда Сколько Там Уже Было Уже Возраст Уже Был И Все Таки В 45 Лет Когда Я Узнал Что Я Забеременела Для Меня Это Тоже Как Я Волновалась Сильно Что Как Если Я Молодая Теряла Как Я Как Врач Нам Достал Мы Не Знали Нам Говорят Я Когда Пришла Крачу Она Спросила А Вас Кто Направил Ко Мне Мы Говорим Нет Мы Просто По Интернету Набрали Нашли Пришли И Эта Женщина Она Была Мне Как Мама Как Подруга Она Меня За Руку Держала Может Быть Когда Мы Были В Азербайджане Там Такое Отношение К семье Трепетное Там Очень Любят Детей Твой Ребенок Не пройдет Чтобы Его Не Поцеловали Не Обняли Чтобы Очень Любят Женщины Детей Это Для Меня В этой Культуре Мужчины Мне Кажется Нашего Пацана Все Просто Кто Приехал Работать Сюда В Россию Просто Кто Там Его В Трактор Посадил Кто Там Все И Для Меня Я Увидела Какую Божью Благодать Что И Она Меня Просто Очень Мудро Вела Где Поддерживала Где Она Назначала Уколы Вот Она Мне Много Делала У меня Свертываем С кровью Это Проблема Была Вот И Она Просто Мы Видели Что Она От Бога Я До Сих Пор С Не Общаюсь Я Библию Подарила Когда Мы Выезжали Из Роддома И Мы Общаемся С Ней Я Просто Увидела Что Бог Все Равно Если Есть Что В Сердце И Это Его Воля Он Неважно Когда Как Ты Будешь Проходить Сколько Времени Пройдет Что Бог Все Равно Обрадует Тебя Что После Того Как Мы Потеряли Третьего Врачи Сказали Что Больше Не Надо Потому Что Это На Ее Здоровье Тоже Влияет И Мы В Принципе Уже Не Молились И Не Верили Что Будем Мы Утешали Себя Так Ну Два Тоже Хорошо Мы Тоже Нет Слава Богу Два Тоже Хорошо И Когда Ответ Мы Отпустили И Когда Меньше Об Думали Да Отпустили Да Вопрос Уже Все Мы Да Уже Согласились Что Приняли А что Вам Помогало Не роптать Не обижаться На Бога Все Таки Вы Служители Это Могло Подкосить Муж Пастор Семья Миссионеров Мы Вообще Вся Жизнь Наша Для тебя Господь А ты С нами Вот так Но Когда Вот такие Как Трагедии Происходят Конечно Есть Что Человеческое У нас Я Конечно Я Плакала И Не было Тяжело Я Как Для меня Вопросы Были Неотвеченные Но Я Все Видела Как Бог Была К нам Все Равно Что Все Равно Бог С нами Он Все Равно Меня Про И Вот Слово Что Я Получила Я Как Будто Готова Была Что Я Будет Как Кризис Трагедия Там Так Написано Четко Сейчас Я Уже Что Как Будто Я Подготовлена Была Мне Кажется Вот Это Вот Как То Что Мы Держимся За Бога С Ситуация Когда Мы Проходим Что Вот Бог Я Думаю Бог Помогает Как Какой То Мир Приходит Это Даже Не Объяснить Как Это Не В Разуме Что Я Себя Так Вот Нет Все Хорошо Я Так Себя Не Настрой Я Просто Внутри Сердце Как Все Ты Понимаешь Что Все Разные Периоды У Всех Да Но Я Думаю Что Вот То Что Мы Любим Бога Что Бог Он Помогает Просто Проходить Ну Нет Ну Конечно Говоря Искренне Конечно Не раз Мы Задавали Вопрос Почему Почему То Почему То И Опять Жен Честно Сказать Не раз Бог Не Ответил На Этот Вопрос То Я Никогда Не Получал Ясного Ответа Это Потому Что Вот Это Бог Так Никогда Не Отвечает И По Видимому Никаких Причин Нет Но У Нас Иногда Есть Такое Представление Что Если Мы Верующие Бог Нас Должен Как Пузыри Держать Красная Дорожка Изолированная Вообще Мы Как Будто В Аквариуме Живем Из Окошка Смотрим Там В мире Что Происходит Там Люди Погибают Гибнут У них Проблемы Боль У них Еще Какие-то Трудности А Мы Здесь В Этом Аквариуме У Нас Здесь Тише Благодать А Как Мы Тогда Сострадать Этому Миру Можем А Как Я Могу Понимать Через Что Они Проходят Если Бог Меня Напрочь От Всех Скорбей Этого Мира Напрочь Изолирует И Я Думаю Что Он От Многих Изолирует От Многих Вещей Мы Действительно Защищены Но В То же Самое Время В Жизни Верующего Происходят Какие-то Неожиданности Или Трагедии Которые Мы Не Мы Не Должны Их Ждать И Дай Бог Чтобы Их Не Было Но Если Они Приходят Не Надо Искать Может Ответ На Вопрос Почему Нужно Но Каждый Раз Мир Приходил Что Господь Иди Дальше Иди Дальше Иди Дальше У Тебя Нет Ответов Всех Сейчас Иди Дальше Жанна Получила Вот Это Слово Которое Подготовила Как Вы Это Проживали Лично Ваш Опыт Когда Случались Такие Трагедии Как Вы Себя Вели Как Вы Поддерживали Что Вы Переживали Ну Конечно Это Удар И По Мужчине По Мужу Я Плакал Я Помню Но Не Только Плакал Потому Что Если Я Только Буду Плакать Тогда Я Понимаю Что В этот Момент Я Должен Быть Рядом С Жанной Рядом С женой Я Старался Насколько Мог Я Не знаю Пусть Она Скажет Получилось У меня Или Нет И Бог Будет Судьей Но Но Я Старался В этот Момент Быть Рядом С Просто Быть Рядом Если Мы Плачем Плачем Вместе Библия Говорит Что В скорби В радости В веселье В богатстве В нищете Вместе Пока Смерть Не Разлучить Нас Поэтому Я Старался Быть Рядом С ней Мы Проходили Это Всегда Вдвоем Это Я Мог Сказать Точно Что Мы Всегда Это Вдвоем Проходили Бывало Так Конечно Что Может Я Не Всегда Понимал Что Именно В Этот Момент Ей Как Я Сейчас Вижу Но Одно Я Могу Точно Сказать Что Я Старался Всегда Быть Рядом Вот Я Думаю Это Ключ Это Очень Важно Чтобы Муж Был Рядом С Женой Во Всех Трудностях Которые Она Проходит И Наоборот Если Я Ожидаю Тоже Что Она Будет Со Парой Которые Оказывались В Подобных Трагедиях И Женщина Одна Проходила Одна Муж Например Просто А мне Плохо И он Начинал Пить И уходил В запой У нас Есть Знакомая Пара Которые Так Встретили Эту Новость Это Конечно И мы Понимали Что Проходила Жена Она Просто Одна Осталась Вот Ребен С Горем Которая Потеряла Горе Которое Переживаю И муж Который Сейчас Я извиняюсь Под кайфом Легко Переживает Мне тяжело И он Отстранился Очень важно Не отстраняться Но мне Тоже Вот в этот момент Я помню Пастор Мацула Позвонил Муж Да Это Как Мы Вместе Через Я просто Хочу Это тоже Такое Что он Позвонил И сказал Что Мы Вместе С тобой Переживаем И Как Плачем Но Ты знаешь Что Есть Человек Все равно Он Как Он На небе Что Это Не Просто Так Вот Ты Потерял И Все Но Есть Ребенок И Человек Как Он На небе Просто И Для Меня Это Тоже Что Да Просто Вот Так Но Ты Просто Тогда Это Принимаешь Что Ну Сейчас Он С Богом Да И Еще Один Момент Уже Хочу Мы Знаем Одного Пастора В Грузии Два Или Три Жена Единственный Ребенок Был Жена Вышла На площадку На детскую Площадку И Там Сбивает Машина Этого Ребенка И Он Погибает Долгожданного Ребенка И Что Наши Тогда Мы Были В Азербайджане Поехали К нему Навестить Его Поддержать Эту Семью И Что Он Сказал Этот Пастор Он Сказал Что Я Слежу За тем Какое Отношение У меня Сейчас С Богом Если У меня Будет Неправильное Отношение К Богу Тогда Я Никогда Не Увижу Свою Сыну Что Я Не Смогу Попасть На Небо Что Для Него Сейчас Важно Как Я Отношусь К Богу Не Впустить Ожесточение Как Я Себя Веду И Как Я Прохожу Этот Момент Если Я Пройду Правильно Этот Момент И Останусь Христианином Уповать На Бога Я С Нем Встречусь Что Он Для Себя Понял Что Для Меня Это Было Прям Вот Это Слова Не 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 Ожесточиться Не Обидеться А Смотреть За Своим Сердцем Как Я Отношусь И Для Меня Вот Это Героин Это Не Просто Это Пример Как Мы Можем Просто Наблюдать За Своим Сердцем Все Рано Что Бы Я Не Проходил Я Все Равно Как Не Буду Как И Ов Да Что Жена Неправильно Тогда Давай Похули Бога И Поумри Что Сложно Тебе Но Важно Как Мы Проходим Как Наши Отношения Все С С Богом Чтобы Увидеть Там Для Меня Это Я Услышала Думала Вот Это Отношение Ну Ладно Двигаемся Дальше И Тогда Вот Момент Когда Я Не Знаю Две Полосочки Или Что То Такое И Вы Такие Пам 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 Мыш Был В командировке Я Думаю Я Не Буду Ему Говорить Ничего Пусть Он Вернется Потом И Это Было Прям Перед Его Днем Рождения Когда Я Обнаружила Что Я Несколько Раз Конечно Я Это Не Может Быть Это Ошибка Не Это Не Может Быть Но Я Дождала Иногда Знаете Важно В Правильный Момент Мужу Преподнести Не Где Он Где Он По Телефону Как Он Потом Это Реагировал А Я Дождалась Он Вернулся Что Он Не Служ Что Он Дома Он Спокоен Все И Мы Тогда Мы Сразу Поехали В Госпиталь Очень Хороший Да И Да Там Потом УЗИ Сделали Да Это Вот Прям В Дне Рождения Это Мы Увидели Обнаружили Это Просто Мне Просто Интересно Вот 45 И 46 И Я Понимаю Когда В 20 Люди Хотят Ребенка Ну Классно Все Идет Так Как Нужно Вот Что То Такое И Вот А Это Определенный Багаж И Для Женщины Особенно Что 45 И Я Слышу Часто Как Говорят Что Ну Могут Быть Какие-то Физиологические Трудности Что Это Ну Стараются Раньше Родить Потому Что У вас Была Только Радость Или Вы Так Погоди А Как Это Все Будет Что Были Какие-то Опасения Были Какие-то Сомнения Что Вы Думали Об Потому Что Я У Меня Постоянно Поднимала Мысль Если Я Не Смогла Выносить Пока Я Была Моложе Как Как В 45 Я Смогу У Меня Были Такие Моменты Но Я Была Очень Под Наблюдением Врача Она Такая Была Позитивная Такая Образованная И Она Как-то Пообщаясь С ней Я Понимала Она Тоже Взгляд Врача Тоже Важен Не Просто Вера Что Ну Нет Все Хорошо Я Ничего Я Не Пойду Некоторые Что Мы Не Пойдем До 8 Месяцев На УЗИ Мы Ничего Не Хотим Проверять Мы Верим Ну Обращаемся К Врачам Да И У Меня Были Эти Моменты Но Все Равно Как Я Понимала Что Это Все Равно Подарок Вот Мы На Миссии Сейчас И Это Как Вот Бог Дает Нам Какое-то Чудо Вот И Поэтому Я Как-то Здесь Мне Тоже Помогало Что Я Ну Вера Только Что Я Могу Не Видеть Но Верить Что Все Это Под Божьим Контролем Это Бог Александр А вы Как Эту Новость Восприняли Радостно Вот Вы Спокойный Не Служите Ни На Миссии Дома Жанна Но Это Конечно Стало Большой Неожиданностью Очень Большой Неожиданностью Самой Большой Наверное В жизни Или Одной Самой Большой Мы Совсем Не Ожидали И Честно Говоря В Первый Мент Психологически Не Были Готовы Я В смысле Что Как Это Невозможно Вообще Это Я Возрасте Не Пожелаю Но Потом Все равно Как Бог Давал Мир И Что Интересно Дух Седой Тоже Говорит И Вот Точно Так Же Он Может Предупреждать О Каких То А У Нас Так Всегда В И В Этот Раз Тоже Даже До Того Как Мы Знали У Меня Было Такое Чувство Какое То Внутри И Знание Хотя Я Не Мог Оформить Но Я Внутри Потом Я Вспомнил Когда Жанна Подтвердила У У Меня Ж Было Это Вот Поэтому Господь Готовит Нас И Точно Так Что Мы Что Бо Делали Когда Какой Решающий Важный Шаг Я Заметил Бог Всегда Готовит Сердце Заранее И Вот Рождается Ребенок 45 И 46 Это Было Так Что Вы Так Опять Как Молодые Родители Бессонные Ночи Или Что Или Вы Уже Так Да Все Понятно Все Легко И Просто Не Все Легко И Просто Можно Хотелось Чтобы Все Было Легко И Просто Одни Люди Сказали Ну Теперь Вы Помолодеете Мы Довольно Быстро Поняли Что Мы Не Помолодели Но Он Нам Напомнил Что Нам Уже Не 25 Что Где Надо Ползать Это Конечно Огромная Радость Ребенок Который Рождается В Позднем Возрасте Во Первых Ты Учел Все Ошибки Ну Не Все Но Многие Ты Увидел Какие Ошибки Воспитании Которые Ты Допускал Причины Следствия В этом Смысле Конечно Ты Думаешь Нет Вот С ним Я Так Не Повторю Вот Так Но Какие Какие Ошибки Разные Я готов Скажи Для Для Меня В чем Я Увидела Ошибку Я В принципе Даже Не думала Что Это Важно У нас Катя Никита Год И Восемь У них Разница Погодки Да И Мы Все Отпуска Вместе Делали Мы Все Вместе Делали Отдыхали Вместе Мы Никогда Сами Не Уезжали Но Я Увидела Свою Ошибку В том Что Я Их Не Разделяла Вот Отдельно Дочку Взять И Пообщаться С ней Поехать Куда То Отдельно Не Брат И Сестру Мы С ними Времени Проводили Очень Много Но Почему То Никогда Не Приходила Мы Разделить Даже Не Понимала Они Уже Были Там 16 17 Для Меня Даже Мы 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 Вместе Они Дружные Друзья До сих Пор Они Друг Друга Любят Они Вместе Они Все Тайны Все У них И мы Все Время Вместе Их Вот И Все Как Они А Вот Чтобы Разделить И Время Уделить Лично Тебе Я Хочу Вот А Что Там У Тебя Внутри Может Я Не За Все Ругать Меньше Раздражаться На Ребенка Когда Он Что То Делает Как Ты Не Хочешь Чтобы Он Делали Не Ожидал Все Эти Детские Как Возрастные Нюансы Капризы Там Бегает Что То Делает Но Я Заметал Что Я Более Терпелив Или Намного Терпеливее С Вениамином Чем Я Был С Нашими Двумя Старшими Вот Так Что Хорошо Ну Мы Конечно Очень Сильно Вас Поздравляем С тем Что Вы Молодые Родители И Теперь Когда Наш Сын Чуть Старше Вашего Мы Говорим Что Скоро Все Закон Не Переживай Скоро Он Будет Сам Ходить Нам Это Нужно Скоро Нас Ждет Опять Второй Заход Ну Ладно Еще Я Хотел Бы Поговорить С вами Как Семьей Достаточно Опытной Тем Более Семьей Пастора О Каких-то Семейных Взаимоотношениях Гипотетически У нас Есть Классический Вопрос Давайте Мы с Нем Начнем А дальше Разовьем Александр Три Вещи Которые Делает Жанна Которые Помогают Вам Чувствовать Себя Счастливым И Любимым Вот Первый Второй Третий Пункт Потом Жанна К вам Такой же Будет Вопрос Я думаю Для меня Важно Когда Когда Она Меня Поддерживает Я чувствую Что Она Ободряет Мои решения Какие-то Принимает Меня Вдохновляет Верит Говорит В меня Веру Ты справишься У тебя Получится Особенно Когда Я Прохожу Непростые Времена Это Окрыляет Никто Не Может Меня Так Вдохновить Как Она И Наоборот Тоже Поэтому Когда Вдохновляет Лучше Я Думаю Тоже Когда Она Выражает Восхищение Тем Что Я Уже Сделал И Говорит Что Это Было Круто Например Когда Я Проповедовал И Она Говорит Мне Круто Классно Проповедовал Молодец Для Меня Это Важнее Чем Может 200 Человек Мне Скажут Что Так Хорошо Было Классно Для Меня Очень Важно Всегда Прислушиваюсь К тому Что Она Говорит О том Как Я Служу Что Я Делаю Это Самый Такой Для Меня Один Из Самых Трезвых Непредвзятых Честных Взглядов Потому Что Она Может Сказать Мне Тоже Что Ну Что Как Пук В этот Рожек Ничего Такого А С другой Сторон Я Могу Думать Да Нет Ну Правда Она Так Редко Делала Но Все Равно Вот И Тоже Я Думаю Еще Я Думаю Две Вещи Что Касается Жизни И Служения Но Что Касается Личных Отношений Я Думаю Когда Она Замечает Может Быть Какие Мелочи Которые Я Делаю Дома Просто Замечает И Мне Не Надо Чтобы Она Долго Как Шекспир Писала Как Здорово Что Ты Убрала Обувь На Место Но Просто Класс Спасибо Или Даже Спасибо Я Просто Замечала Мне Это Приятно Окей Три Пункта Засчитаны У 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 Три Вещи Жанна Которые Александр Делает И Вам Как Женщине Вот Прям Ну Вы Чувствуете Себя Любимой Ну Первое Наверное Это Самое Важное Для Меня Наверное Что Меня Любят Что Принимают Такой Как Я Есть А Как Такая Настоящая Любовь Она Покрывает И Конечно Я Не Все Делаю Правильно Не Не Все Там У 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 Это Для Меня Первое Второе Что Он Человек Который Знает Куда Мы Движемся Какая Стабильность Что Я Не Переживаю За Финансы Что Нам Кушать Что Одеваться Мы Будем Куда Мы Если Мы Едем На Миссию Я Вообще Не Переживаю Куда Мы Что Я Как Я Доверяю Ему Как Как Это Стабильность В нем Самом В нем Какой Стержень Есть Вот Третье Что Еще Тебе Нравлюсь Мои Глаза Надо Подумайте Если Вспомните Скажите Потому что Часто Так Бывает Что Ты Мог Бы Рассказывать Вот Что Ты Но Когда В Момент Спросили Мы Вообще Понимаем Все Прекрасно Хорошо Ладно Если Вспомните Скажите Я Хотел Бы Поговорить С вами Еще Вот Об Этом Как Вы Думаете Из-за Чего Чаще Всего В Семьях Происходят Проблемы Вот Что Такие Критические Моменты Которые Можно Было Бы Как Это Пофиксить Ну Типа Починить Исправить Которые Избежать Да Избежать Которые Ты Делаешь Немного Усилий Но Большой Эффект Получается В чем Такие Вот Уже Из опыта Из вашего Что Ну Вот Как Вы Говорите Мы Заметили Что Много Ошибок Сделали Вот Это Мы Сделали Иначе А Друг Вы Исправили Что Иначе Вы Делали Вы Много Время Вместе Проводили У вас Было Одно Видение Но Что Там Делали По Другому Да Конечно Когда Глядываешься Назад Кто Сказал Так Что Жизнь Всегда Понимаешь Зеркало Заднего Вида Но Жить Так Трудно Надо Вперед Смотреть Но Иногда Надо Поглядывать Назад Какие То Выводы Делать Но Что Все Плохо Но С другой Стороны Я думаю Так Что Я бы Посоветовал Парам Которые Проходят Трудное Время В каких То Моментах В своей Жизни Набраться Сил Терпения Я не знаю Вобрать В рот Воды Если Они Не могут Сдержаться Что Нибудь Сделать Просто Заставить Себя Замолчать И Слушать 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 Чем больше Вы будете Слушать Тем больше Шансов Что Вы услышите И поймете Потому что 90% конфликтов Возникает Из-за того Что люди Друг друга Не поняли Или не слышат Один Имеет ввиду Одно Другое Имеет ввиду Другое Людям Очень трудно Посмотреть Глазами Другого На ситуацию Он Видит Или она Видит ситуацию По-своему А он И так Сказал Это Он Наверное Это Имел Ввиду Он Может Это Не Имел Ввиду Даже Если Он Неправильно Сделал Он Может Не Это Имел Ввиду И В Его Глазах Он Не Делал Это Чтобы Оскорбить Может Быть Это Неудачная Шутка Была Но Злого Умысла Точно В этом Не Было И Она Видит Например В этом Сразу Какой-то Что-то Более Глобальное И Второе Я бы Посоветовал Тоже То есть Первое Очень много Слушать Когда вам Хочется Высказать Все Что вы Хотите Передумайте Ничего Не высказывайте В этот момент Решите Я хочу Сейчас Выслушать Все Что Мне Хотят Сказать Может Быть После Этого 50% Вы Передумаете Говорить А Больше Больше Всегда Начинайте С того Чтобы Выслушать Второе Я бы Посоветовал Тоже Иди Поиграй Там В машинке Пожалуйста Мы сейчас Чуть Чуть Договорим Еще Чуть Еще Суночек Классные Тачки Да Я Очень Благодарен Жанне Что Она Всегда Меня Прощала Когда Нужно Было Быстро Причем Ну Не Долго Скажем Так Вот То есть Мне Всегда Помогало Что Если Я Где-то Проходил Мемокас Если Где-то Потом Жалел Как Сказать Понимал Что Я Там Сказал Не то Сделал Не то Поступил Мог бы По-другому Ну Я Не Говорю Каких-то Таких Страшных Катастрофических Вещах Но Внутри Семьи Где-то Может Бытовые Вещи Что Она Не Держала Это Против Меня И Я Могу То Самое Посовет Если Вы Горите Чтобы Семья Состоялась Научите Быстро Прощать Вот И Просить Прощения Это Очень Часто Ключ Конечно Это Не Должно Стать Таким Побегом От Изменений То есть Я Прости Пожалуйста И все Замяли Как будто Ничего Не Было Это Может Стать Тоже Таким Нехорошим Моделью Поведения Которая В конце Канцов До Раны Или Позн Благодать А Ничего Был Прости Да Поверхность Но С другой Стороны Я Так Благодарен За Каждый Раз Когда Она Меня Прощала Что Это Давало Мне Снова Шанс Я Могу Снова Начать Я Могу Снова Строить Семью Спасибо Я Могу Продолжить Что В Принципе Александр Он Он Такой Что Он Всегда Шел Первым На Примирение Даже Если Он Виноват Или Не Виноват Он Всегда Следил За Том Чтобы Мир Был Чтобы Не Ляжет Спать Чтобы Просто Мы Должны Помириться Он Какой-то Находит Слова Его Любовь Я Не Знаю Что Он Завоюет Снова Тебя Ну Да Все Нормально Еще Я Хотела Сказать Что В Начале Нашего Брака У Меня Была Проблема Если Мы Не Понимали Друг Друга Я Как Улитка Замыкала Все Ко Мне Нельзя Не Подойти Ничего Спросить Я Все Я Молчу Это Очень Плохое Как Качество В семье Потому Что Как Этим Как Мы Наоборот Стены Ставим И Мы Не Можем Найти Как Ты В Как Роман Читал Да У Как Семьи Я Я Обычай Что Посоветовала Как Бо Мне Небыло Больно Или Непонятно Не Закрываться Потому Что Он Как Он Мой Друг Он Хочет Добра Мне Он Хочет Мне Помочь Он Хочет Как Созидать Мы Тоже Дажны Понимать Что В Браке Мы Как Партнеры Мы Что То Делаем Если Мы Будем Стены Как Строить Как Мы Будем Сотрудничать Как Мы Будем Помогать Как Мы Будем Строить Что То Что Для Меня Начали Это Для Меня Прям Вот Какая Шутка Все Я Я Могу Запад Какая Просто Ну Глупость Какая Мужчина Они Там Шутят Друг Что То Для Меня Это Прям Все Как Это Драма Или Что Трагедия Я Тоже Начала Как Может Быть На Жизнь Проще Смотреть Или Как Вот Я Был Ключ Тоже В семье Это Говорить Друг С Друг Что Меня Ранит Даже Например Что Например Что Я Не Поняла Что Меня Обидело Что Вот Ты Вот Так Сказал Мне Это Обидно Мне Больно От Я Не Поняла А Ты Что Я Даже Не Им В Ничего Я Помню Первую Ссору Нашу Когда Мы Еще Встречались Хорошо Что Вспомни Это Было На Ровном месте Сейчас Мне Смешно Я Даже Не Понимаю Как Мы Могли Мы Хотели Пойти Нас Пригласили Вместе В Бассейн Группа Друзей Работников Да Мы Месте Работали И Они Пригласили Нас В Бассейн Вместе Пойти Там Типа Тогда Еще Не Было А Аквапарков Да Там Были Просто Бассейн И Я Не Знал Что Жанна Некомфортно Себя Чувствует Я Думаю Как Я В Купальнике А Я Подумаю Что Здесь Такого Вот Мы Не Поняли Другого Почему Ты Нас Позвали Неудобно Сказать Нет Там Я Не Хочу Почему Было Непонятно Моя Реакция Для Меня Это Я Готова Суприват Отношение Для Нет Я Никуда Не Пойду Я Просто Так Напряглась Что Думаю Все Я Помню Мы Там День Или Два Мы Вообще Не Общались Для Меня Это Как будто Меня Поломали Для Меня Это Было Вообще Просто Как Я Могу В Купальнике Я Как Раз Со Знаком Людьми Я Говорю Ну Мы же Ходим На Пляж Там Все Незнакомые Это Был Кризис Вообще Спасибо Что Поделились Слушайте Ну Будем Приземляться Потихоньку У меня Есть Недавно Мне Задали Такой Вопрос И Мне Интересно Спросить У вас Как У Служителей Как У Семьи Любите Либо Бога Больше Чем Друг Друга И В чем Это Проявляется Потому Что Для Меня Это Некий Такой Диссонанс Внутри Вызывает Потому Что Когда Ты Выходишь Замуж Все Равно Меняются Роли Когда Ты Был Один И Между Тобой Богом Не Был Никого А Когда Ты Выходишь Замуж Между Тобой Богом Становится Муж Глава Глава Такой вопрос Красивый Это Не наш Не наш Это Нам Задали Важный Важный Вот И Меня Спросили Люблю Ли Я Бога Больше Чем А Я Говорю Что Это Разная Любовь То Не Отвечай За Что Вы Думаю Тебя Не Спросила И Ответила И Спасибо Да Вы Как К этому Относитесь Но Вот Когда Мы Только Поженились Александр Очень Много Служил Он Много Уезжал В Командировки Он Отвечал Днем И Ночью На Звонки И Для Меня Это Был Кризис Что Кому Он Как Кто Та Важнее Что Для Него Он Должен И И Тогда Я Подумала И Тогда Я Начала Искать Бога Что Я Начала Быть Как Для Меня Это Было Какое Неудовлетворение Что Мне Не Нравится Это Почему Почему Я Одна Почему У Меня Были Такие Вопросы И Потом В Молитве И В Отношениях С Богом Я Поняла Что Муж Это Не Источник Что Я Не От него Тяну Все Вот Мне Не Хватает Общения Дайте Мне Мне Не Хватает Любви Это Как Ты Должен Мне Дать Бог Мой Источник Вот Если Мне Что То Не Хватает Я К Нему Прихожу Я Говорю Что И Вот Это У Меня Было Поднималось Я Говорю Что С чего Я Начала Когда Что Как Это День И Ночь Просто Кто Может Позвонить И Может И Как Он Служит Он На Сто Процентов Служит Он Если Вот Он Нужен Он Нужен Все Да И Я Это Прошла Что Тем Что Я Поняла Что Он Не Источник Я Его Обожаю Люблю Для Меня Он Номер Один Человек Для Меня Номер Один Друг Я С Нем Все Делю Но Мои Отношения С Богом Это Все Нужно Поднять Что Как Приоритет Иначе Я Буду Недовольна Я Буду Роптать Я Она Не Насыщается Но Я Вначале Я Должна Почему Говорят Что Не Думайте Что Когда Вы В Брак Вступите Вы Будете Счастливым Что Меня Кто Т Ощастливит Ты Должен Сам Быть Счастливым И Здесь Ты Видишь Что Ты С Богом Должен Быть Счастливым Что Ты Получаешь Что Ты Не Получаешь Быть Счастливым А С Отдавать Что Ему Нужно Сейчас Что Я Могу Чем Я Могу Если Нужно Поддержать Я Могу Встать Рядом Если Нужно И Потом Я Наоборот Начала Смотреть На Это Когда Он Уезжает Что Я Служу Так Я Его Отпускаю Я Не Держу Его И Тогда Этим Я Служу Тоже Богу Я Рубашки Глажу Как Тебе Принес Мы Не Расскажем Откуда Ты Его Вырвала Спасибо Что Нужно Уметь Отпустить Мужа Сейчас Пойдем Гулять Сынок Сейчас Пойдем Гулять Он На Улице С Улицы Да Ну Ладно Молодец Александр Как В общем Подытожим Это Таким Образом Один Знаменитый Президент Одной Знаменитой Стран Сказал Не Спрашивай Что Муж Может Дать Тебе Да Спроси Что Ты Можешь Дать Муж Александр А для Вас Что Я Согласен С Жанной Мы Как Бог Сотворил Человека Таким Что Нам Нужно Внутри Нас Есть Пустота Которая Все время Взывает К тому Что Быть Наполненной Потребности И Человек Так Устроен Что Он Все Время Ищет Источник Которым Он Мог Прислониться Или Подключиться Чтобы Эту Пустоту Заполнить Блаженный Августин Говорил Так Что Ты Сотворил Нас Огромной Дырой Внутри Пустотой Внутри И Никогда Наша Душа Покоится Пока Найдет Свой Покой В тебе И Пока Это Не Произошло То есть Я понимаю Никакой Человек Даже Самый Близкий Самый Родной Не Может Эту Дыру Целиком Как Пластырь Залепить Останется Все равно Какой-то Кусочек Бог Так Сотворил Этот Кусочек Только Бог Сможет Закрыть И Поэтому Когда Если Люди Думают Так Что Только Муж Удовлетворить Все мои Эмоциональные Потребности Душевные И так Далее И так Далее Что Или Жена Мог Только Муж Или Жена Тогда Они Всегда Будут Ходить Немного Неудовлетворенными Немного Несчастными И Вот Это Немного Оно Вроде Как И Не Страшно С Другой Стороны Библия Говорит Лисенята Портят Виноградники То Это Будет Подтачивать Тебя И Моя Неудовлетворенность Она Были Все Равно Выплескиваться И Вот Когда Два Неудовлетворенных Человека Пытаются Осчастливить Друга Два Слепых Получается Не Очень Хорошо Поэтому Любить Бога Больше Чем Мою Жену Для Меня Обозначает Понимать Что Есть Вещи Есть Он Мой Источник Номер Один Во Первых Я Не Должен Все Время От Ее Что Тянуть Как Она Сказала Но Когда Я Фокусируюсь На Него И Понимаю Что Он Для Меня Все Во Всем Она Для Меня Все Во Всем После Него Сразу Но Не Без Него Если Без Него Тогда Ну Я Не Говорю Там Как То Жестко Что Это Идол Становится Тогда Но В принципе Это Становится Тогда Я Начинаю Ее Использовать Для Того Для Меня Это Значит Прежде Всего Приоритет То Что Он Номер Один В Приоритете Но Это Не Значит Что Я Должен Все Время Свои Чувства Сравнивать Вот И Я Полностью Согласен Что Это Разная Любовь Тоже Поэтому Ее Не Стоит Сравнивать Это Все Что Сравнивать Я Не Знаю Зеленая Красная Просто Разные Два Цвета Рыба Мясо На Ему Место Первое Второе Оно Как бы Начинает Функционировать И Причем Что Интересно Как Мы Не Конкурируем Что Бог Он Все Равно Как Он На Первом Месте Он Все Во Все И Некоторые Иногда Переживают Если Я Буду Любить Бога Больше То Это Как Будто Он Заберет Часть Моего Сердца От Нее Если Я Иди Домой Прощай Помните Как Мать Тереза Говорила Вы хотите Изменить Мир Идите Домой И любите Свои Семьи И вот Что Я От Него Услышал Ты Хочешь Изменить Мир Ты Хочешь Пробуждение Во Весь Мир Принести И Всех Спасти Иди Домой Спасай Свою Семью Люби Будь Там Пример Круто Круто Буквально За Несколько Мгновений До Завершения Вашей Фразы Авель Уже В колокольчик Звонил И говорил Что Все Ребята Хорошая Система Все Да Тут Со всех Сторон Все Спасибо Вам Большое За время За мудрость У нас Естественно Есть Подарок Для Так Вот Так Распечатывайте Сейчас Пока Вы Распечатываете Я Особенно Скажу Что У Нашей Семьи Есть Друзья Которые Делают Вот Такие Подарки Ссылку На Них То Есть Узнать Цену Где Заказать И что В Описании Под Этим Видео Пожалуйста Хорошо Да И тогда Вот Для Вас Вот Такая История А Авелю Пожалуйста Дайте Бумагу Пупырчатую Это Можно Просто Убрать Под Стол Авелю Иди Бери Пупырчатую Бумагу Красота Что-то Ага Ну и все Можете просто Зачитать Быстренько Держи Держи В нашей Семье Мы Любим Уважаем Друг 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 Доверяем Богу Говорим Правду Поем Веселимся Танцуем Выслушиваем И вдохновляем Прощаем Смеемся И мечтаем Находим Добрые слова Всегда Молимся Никогда Не сдаемся Бережем И ценим Все Что имеем Наслаждаемся Каждым Мгновением Семья Друзья Лайки Комментарии Все Это Проформию Обязательно Пишите Спасибо Что провели Это время С нами И пока Пока Счастливо